Я был ужасно дерзкий. Дерзкий очень часто и несправедливо дерзкий. То есть человек мог обронить какую-то фразу и тут же было без задержки было в глаз. Это вообще женщины, которых я люблю. Разудалая, которая любит выпить, которая может поплакать, но которая может и грудью за тебя встать. Вот если говорить, то вот такая для меня Москва, которая тянет. Иногда она противна, иногда надоедает, а уезжаешь, а потом к ней снова тянет, как к любимой женщине. Владимир Абрамович Долинский – артист России. В 1966 году окончил театральное училище имени Щукина. Работал в различных московских театрах. В 1969 году актер дебютировал в кино с фильмом «В тринадцатом часу ночи». В конце 70-х сыграл в фильмах Марка Захарова «Обыкновенное чудо» и тот самый «Мюнхгаузен». Вам фокус одна, то ли, может, что-нибудь покрепче? Что-нибудь мне. С этого времени артистическая карьера Владимира Долинского после вынужденного перерыва с успехом продолжается. Сейчас Владимир Абрамович – ведущий актер театра и кино. Рассказ мой будет невеселый, Печальным будет мой рассказ. Когда-то я бродил по селам, Переходил из класса в класс, Для отстающих был примером, Хорошим вратарем прослыл, Считался честным пионером И комсомольцем честным был. Такие случаи нередки, Проучивших десять лет, Я за хорошие отметки был принят в университет. Это все, это вы знаете, кстати, мне пришлось сейчас в голову, Это первый мой выход на профессиональную сцену в 1961 году на сцену театра Вактангова. Пьесу, которую написал Евгений Рубенович Симонов и сам поставил, Назывался Алексей Бережной. Молодой Вася Лановой выходил, И вот этот вот хренатень, который я вам сейчас прочел, он говорил, Вот это вот, а мы играли там в белогвардейских салах, Солдат, Шурка Калягин, Валя Смирницкий, я, выходили в массовки. С тех пор запомнил, прям весь спектакль наизусть помню. Такое неприличное произведение было, Но тогда так нравилось. Алло, да, интервью канал «Столица», категорически занят. Всего доброго. Я очень нарасхват. Вот. Вы знаете, что, извините, пожалуйста, понимаете, что им от меня надо? Да нет, у меня репортер. Язык подвешен. Да, я с удовольствием. Сейчас, одну секундочку. Когда у нас завязался роман, я вообще не рассчитывала на длительные отношения. Потому что я знала, что у него бывает. Был он женат, ну, не более трех лет каждый раз. Гав. Зади камень. Ну, я думала, как получится, так и получится. Но со временем, я не знаю, что это, любовь это, или привычка, или это какой-то, какие-то общие интересы, какое-то взаимопонимание. Наверное, мое терпение тоже сказалось, и вот дало такой результат. Я хочу, чтобы общаться с ней. Вчера был дикий скандал у нас. Я не был личный человек. Я не хотела записываться на эту передачу. Она самая красивая женщина. Мама у меня из чисто пролетарской семьи. У нее, значит, Иван Иванович Ефимов. Мамка сама Ефимова Зинка, Зинаида Ивановна Ефимова. Мама из пролетарской семьи. Папа был рабочим на Трехгорке, по-моему. На Трехгорке ее папа, мой дед Иван. Мать ее тоже, баба Дуня, она тоже там, по-моему, работала. Сложные взаимоотношения с мамой. Она очень такой самодостаточный, очень сильный человек. Она меня учила, она меня критиковала. Я все это, естественно, терпела. Я понимала, что это Володина мамы, что я прекрасно к ней относилась. Но характер у нее был всегда, он был нелегкий. Мама у меня легендарная личность. Моя мама первая пионерка города Москвы. Маму мою в городе Москве первую приняли в пионерскую организацию. Моя мама член сборной команды Москвы по хоккею на траве. Кто еще мама? Моя мама была женой. Такая история темная такая. Это вот были на Дальнем Востоке были кровавые мальчики. Борис и Матвей Берманы. Они были чекисты. Их называли кровавые мальчики. Преданные бойцы и революционеры. Мама моя за одного из них, когда он приехал в Москву, вышла замуж. Она говорит, что более честного и порядочного человека она в жизни не видела. Более одежды. Идеи коммунизма, чистого, не позволяющего себе лишнего куска хлеба съесть. Вот был такой Матвей Берман. Вот он, Матвей Давыдович Берман. Это мамин муж покойный. Вот М.Д. Берман, начальник лагерей ОГПУ. Сначала он был начальником строительства Беломор-Балтийского канала. Потом начальник лагерей ОГПУ. Потом нарком связи. А потом труп. В 1939 году его расстреляли. Мама чудом спаслась. Ей позвонил Маленков. Маленков. И сказал, Зинка, домой не ходи, Матвея взяли. И повесил трубку. И мать не пошла, мать ушла в бега. Что случилось, Пепочек? Мне невеста изменила. Невеста? И с кем? С паном Чесловым? Парикмахером за детней улице? Ну, успокойтесь. На свете много девушек. Много? Ну, не таких, как моя невеста. Успокойтесь, Пепч. Тогда эта популярность была, только намного легче было девчонку в койку утянуть. Вот тебе и вся, так сказать, популярность тогда. Что мне эта популярность? Только что смотрел, как на меня смотрит, подмигивал. На поклонах мог назначить свидание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не давал он никаких там, только так, девчонкам нравился, ПТУшницам в основном. Или сорокалетним, вот еще, да, сорокалетним очень нравился в то время. Чистые глаза голубые, а внутри гниль какая была. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, у кого здесь может быть задумчивый взгляд? АПЛОДИСМЕНТЫ О, Панфейбичек, обратите внимание, может быть, это я? Посмотрите, я вся вынесла. Я бы этого не сказал. Вот тогдашняя популярность. А сейчас популярность, так сказать, ну, которую, ну, она, во-первых, она мне больше дорога, потому что она большим трудом. Тогда просто удача была, как бы, судьба посмотрела в мою сторону. А сейчас это было завоевано кропотливым, каждодневным трудом, многими гастролями. У меня в год бывает 4-5 премьерных спектаклей, что-то удачное, идет до сих пор что-то неудачное, не отпадает, очень, понимаете ли, проект, я не, я не, я ни от какой работы практически не отказываюсь. Так, ночью ложусь спать, залезаю под одеяло, и в этот момент чувствую, что кто-то у меня под кроватью. Я быстренько, шмэк, под кроватью. А там ни души, но чувствую, он на кровать пробрался ко мне под одеяло. Я выскакиваю, смотрю под одеяло, а там уже никого нету, потому что он вниз под кровать пробрался. Я смогу под кровать раз, а под кроватью никого нет. Но я чувствую, он под одеяло, я под одеяло смахлю, а его нету. То он опять под кровать пробрался, доктор, что мне делать, а, Лукчик, что же это за наказание Господне? Федя, это не наказание, это алиенация мента. Баба? Ага. Да нет, болезнь. Сколько раз у меня было, когда утверждали в какую-то картину, я получал эту роль, и я понимал, вот, это мой звездный час. Вот это будет такой фильм, такая работа. Оказывалось, и вдруг наоборот, только из-за денег идешь в какой-то сериал, ну только вот так заработать, чтобы за себя стыдно не было. И вдруг эта работа, и этот фильм или сериал выстреливают, и ты на гребне волны плыл. Поэтому от работы надо отвечать всегда за самого себя. Ну ты че дергайся, ты че дергайся, я говорю, делиться надо. Дели, вон, в этом доме все делятся банк, типа делятся лобаз, делятся две конторы, вообще на счетчике сидят. Так что это с тебя штука баксов. А то смотри, змей, я распишу, как левитана распишу, а. Но считаю до одного, текушка пол-литра, семьсот пятьдесят. У вас арифмолабия, нужен стационар. Анна Марковна, стоять, руки в гору. Я считаю, что к деньгам надо относиться очень серьезно. И жить как матрос, которого спустили на берег. И эх, на один день все промотать, а дальше не расти трава, все равно в море идти. Так я не могу. Я расчетлив, я думаю о завтрашнем и даже послезавтрашнем дне. Не потому что я, а потому что у меня семья. В жизни страшно только болезнь, тюрьма и война. Понимаете? Ну, про смерть я не говорю. Болезнь, тюрьма и война. Кризис – это не болезнь, это не тюрьма и это не война. И учитесь, милые мои, тяжело приспосабливаться к этим условиям. Спокойненько берите Кайло в руки и идите рубить лед. Кормите себя, кормите свою семью. Постыдных профессий нету. Нету. Если ты работаешь, то по... Сторожем – значит сторожем. Охранником – значит охранником. Маляром – значит маляром. Прекрасная работа. Тома Сойера вспомните. Еще деньги за это можно брать. Вот. И я посоветую сохранять мужество и спокойствие. Все равно эта жизнь, она вся волнообразная. Ну, сейчас такая волна пониже. Ну и подъем зато повыше будет потом. Лишь бы не растеряться. Лишь бы не растеряться.